Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня мы будем разбирать ваши работы, которые вы мне скидываете в телеграм-канал. Поэтому, если хотите, чтобы я в следующем выпуске разобрала именно вашу работу, пожалуйста, подписывайтесь. Прикреплю ссылочку на телеграм в описании. Ну, а мы переходим к разбору. Итак, первая работа. На самом деле, достаточно хорошая работа. Мастер молодец, все симметрично. Сделана форма, подобрана хорошо клиенту. Единственное, если это гибридные пигменты, скорее всего, это гибридные, потому что видна вот эта вот плотность их. Хотелось бы полегче нанести, потому что, скорее всего, по заживлению достаточно плотненько заживет. И цвет такой достаточно прохладный. Может зажить более серым оттенком, что очень страшно. Поэтому, если все-таки вы работаете на гибридах, укладывайте пигмент полегче и отдавайте предпочтение более теплым оттенкам. Если рассмотреть эту клиентку, она примерно третий-четвертый типаж по Фицпатрику. В ее коже преобладает каротин, который отвечает за то, что окрашивают нашу кожу в такой желтоватый оттенок. И как раз-таки, так как желтый оттенок преобладает в коже, на такой типаж лучше выбирать коричневый пигмент на красной основе. Чтобы это все скомпенсировалось, и по заживлению вы попали точно в цель с выбором цвета. И не было никакой серости. Форма очень сложная у этой клиентки. Видно, что она такая очень взлетная. Бровки свои тоненькие. И плюс еще они асимметричные. Это более взлетная, это более пологая. Не могу сказать точно, как мастер справился с симметрией, потому что после работы не в фаз. Но если посмотреть по техническому исполнению, видно, что хвост ярче, чем серединка на апексе. Да, должно быть наоборот. Вот здесь у нас как раз-таки акцент и самое темное место. Прям вот чуть-чуть не доложили, было бы вообще очень красиво, если подтемнить бровку вот здесь. Ну и также самое широкое место, это у нас начало бровки. Не хватает немножко пикселей поверху. Ну и помимо того, что пошире бы было, бровка была бы более изящная такая, становилась бы тоньше к кончику. Помимо этого, она выглядела бы еще легче, если немножко доложить пудру поверху. Так, ну а мы переходим к следующей работе. Здесь бросается в глаза, что перетемнили головку. Нет такого градиента явного, который хотелось бы видеть. Вообще в бровках должен присутствовать и вертикальный, и горизонтальный градиент. О чем это говорит? Самое яркое место у нас вот здесь на апексе. И из этого места, как будто бы лучиками, мы уже выводим пигмент, делая при этом его светлее. Это касается горизонтального градиента. Вертикальный градиент тоже предполагает собой более яркую нижнюю линию, более четкую, более темную, чем, соответственно, верхняя линия. Она пудровая-пудровая, и граница не должна читаться. Здесь же все-таки, если проанализировать, верхняя граничка читается. Пиксели такие воздушные отсутствуют, и бровка более теневая получилась. И также перетемнили головку. Ее прям полегче хочется сделать. Переходим к следующей работе. Работа достаточно хорошая, но вот ракурсы немножко, да. Во-первых, замыленная фотография. То ли обработка на телефоне, не пойму, так съела качество. То ли сохранили в не очень хорошем качестве. Но это очень все, на самом деле, вот эти мелочи играют роль. Ну и также ракурс, да. Когда вы фотографируете красиво, расправляете волосы, смотрите, чтобы не было никаких посторонних предметов. Та же самая даже пестрая кофточка немножко так отвлекает взгляд от самой красивой работы. Хотя работа хорошая, мне нравится. Можно было бы немножко полегче сделать вот эту зону, потому что очень часто, кстати, допускают эту ошибку. Четкую эту линию по низу ведут до самого начала переносицы. И выглядят по заживлению грубовато. То есть вот эта часть уходит по заживлению, а вот эта яркая линия снизу остается. И получается такой большой скос прям вот резкий. Поэтому вот эту часть, начало, да, ближе к переносице, ну где-то за полтора сантиметра до окончания мы растворяем, сводим вот на нет. И из темного в светлую. В остальном мне работа очень нравится. Следующая работа тоже красивая, современная форма, такая прям открытая. Создает лифтинг эффект, потому что нижняя линия формообразующая, да, она такая плавная-плавная. Мне очень нравятся такие формы плавные, но немножечко переплотнила сверху. Прям вот не хватает легкости, пудровости. Хотя головка просто шикарная, работа хорошая. Мастер большой, молодец. Итак, еще одна работа. Здесь прям мастеру нужно поработать над качеством. Во-первых, растушевки. Над тем, чтобы почувствовать в кожу и не засаживать. Потому что вот в этих местах, в темных, видно, что происходили засадки. То есть, все-таки здесь мало подкожно-жировой клетчатки. Поэтому, когда вы прокрашиваете кончик апекс, смещаете эту часть. Ну, вот я налопну, например, ее натягиваю и уже прокрашиваю. Чтобы не было натяжения на косточку, тогда меньше вероятности засадить пигмент. Это самые опасные такие места, в отличие от остальной зоны. Вот. Ну и также градиента нет, да, он просто отсутствует. Равномерная растушевка получилась. Хотелось бы также вертикальный и горизонтальный градиент. Нижняя линия более четкая. У нас на апексе самый основной акцент всегда идет более ярко, прокрашивается. Да, здесь потом мы сводим как бы на нет, ближе к переносице. Но к верхней части бровки, к верхней граничке, она тоже не должна читаться. У нас как бы верхняя граница сходит на нет. И очень такая легкая, пиксельная, в отличие от нижней границы. Поэтому мастеру, автору данной работы нужно еще поработать над, как я сказала уже, градиентом, над формой и над качеством растушевки. Переходим к следующей работе. Здесь тоже самое, градиент не сильно читается. Есть засаженные места вот в этих моментах, да, вы видите такие темные пятнышки. А где у нас самое темное место, вспоминаем, на апексе, да, вот здесь прям хотелось потемнее сделать. И тогда бы вся бровка смотрелась более бы выигрышно и градиентно, с таким красивым переходом. Также меня смущает резкий вот такой скос. Здесь прям не хватило немножко доложить пигмента. Ну и также хотелось бы полегче нижнюю граничку видеть. Вот здесь немного перетемнили. Мы также из темного выводим в самое светлое начало. Следующая работа. Очень красивый ракурс. Хвалю за фотографию. Я так думаю, на макрокамеру это фото было сделано. Очень выигрышный кадр получился. Прям мастер молодец. Читается эта пудрочка красивая, воздушность классно. Единственное, перетемнили ближе к переносице. Вот здесь надо было сделать еще посветлее головку. И вот здесь тоже можно было сделать такой переходный момент, чтобы апекс больше выделялся таким акцентом. Но в целом работа достаточно красивая и воздушная. Ну и завершающая работа. Первое, на что хочу обратить внимание, это фотография. Вот это вот все лишнее, да. Когда голова свисает, волосы как-то непонятно разтрепаны. Также можно было бы подкрасить клиентку, замазать какие-то вот эти покраснения. Потому что все-таки подача фотографии должна быть красивой. Она должна выделяться среди ваших конкурентов. И прям вот продумывайте каждый свой снимок. Я подкладываю клиенту какую-то однотонную ткань, ну плед, допустим, либо черный, либо белый. И тогда на однотонном фоне очень красивые, но более выигрышные кадры, конечно, получаются. Нежели в отличие от тех, когда что-то еще в кадр влезает. Это первый момент. Второй момент касательно именно техники. Техника хорошая. Мастер молодец. В том плане, что нет засаженных каких-то мест, ничего не заглубили, очень равномерно нанесли. Все здорово. Но не хватает немножко акцента именно на Апексе. И можно бы было немножко еще пудрочки поверху добавить. Прям каплю-каплю. Хотя работа очень воздушная. И я так предполагаю, заживший результат у этой клиентки будет просто отличный. Ну что ж, мы разобрали все работы, которые вы мне скидываете. Напомню, если вы хотите, чтобы я разобрала именно вашу работу в следующем выпуске, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И в закрепленных скидывайте ваши работы на разбор. Продолжение следует...